Здравствуйте, дорогие наши зрители! И снова с вами программа «А чем они занимаются, когда не снимаются?». И сегодня мы вам напомним о прекрасном французском комедийном актере Пьере Ришаре. Но знаменитого высокого блондина помнят очень многие. А кто не знаком, советую очень быстренько сбегать в Энет и посмотреть комедии с его участием. Тем более, что про высокого блондина был снят не один фильм. Так вот, чем же Пьер Ришар по жизни занимается? Ну, кроме того, что он очень хороший актер. Актерство – это как бы здорово и престижно, но неужели у этого неуклюжего напарника, украинского подданного хлопчика Депардье, нет больше никаких интересов по жизни? Вы в такое верите? Ну, а вот и я не верю. Так вот, что нам удалось раскопать о нашем невезучем счастливчике. Основное хобби у Ришара связано с профессией. Но тут уж ничего не поделаешь. Это профиздержки. Он основал и владеет собственной киностудией «Фиделин фильм». Но почему же именно киностудия называется именно так, а не Ришар фильм, например, выяснить не удалось. А по молодости и вообще в жизни актер увлекался женитьбами и разводами. Был женат аж четыре раза. Имеет двоих детей. Не актеров, а музыкантов. Джазовых, кстати. Ну и чтобы обеспечить свою большую семью, Пьер Ришар плотно занимается виноделием. У него свои виноградники, и он выпускает вино, целиком экспортируемое в Бельгию. Я вот обещаю, что как только попаду в Бельгию, попробую это винцо. А телевидение занимает не меньшую роль в жизни этого талантливого француза. Он постоянно светится в разных телешоу. Ну и последнее его увлечение – это путешествие. Он часто и много ездит, и я его очень хорошо понимаю. Для поездок не на слишком длинное расстояние предпочитает мотоцикл. Ну а что быстренько, удобно. Вот в сущности и все, что мы накопали на чудного высокого блондина в черном ботинке. Записывайтесь на наш канал. Всем удачи и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok